Девушки отдыхают Григория Долгих. Выполняем обещания, да? Выполняем обещания. Все-таки в прошлом часе мы не успели связаться с Алексеем Костиным, директором Института социальных и гуманитарных наук Вятского госуниверситета. Алексей Александрович должен нам рассказать, что было на представлении главе администрации результатов социсследования опорного вуза. Я сомневаюсь, что Балдинам даст возможность сегодня наше обещание выполнить. Да, мы поняли, Владимир, что у нас нет связи. Но окей, нет так нет, свяжемся в другой день или в новостях, например. Ну, все тогда. Давайте мы перейдем к теме, которую мы анонсировали уже в первом часе. Мы поговорим об акции, которая состоится завтра. Называется акция «Абсолютно понятно. Доступная среда». Напоминаю, что есть такая группа в Фейсбуке и Вконтакте «Киров доступа». Нет до сих пор. И пока она будет существовать, мне кажется... По-моему, она называется «Недоступный Киров» или как-то так. Есть «Киров доступа» или нет. Такая есть группа. Так что пока такие группы существуют, как можно больше нужно проводить акции на тему доступности среды. И мы, конечно же, всегда в этой студии, поддерживая тему, что ее нужно развивать, нужно работать над этим, приглашаем всех экспертов, которые в Киров приезжают или здесь находятся, с любыми их инициативами. И поэтому вот сейчас предоставляем слово Дарье Ананевой с организатором акции. Даша, рассказывайте, что вы будете делать завтра. Ну, в общем, завтра у нас на самом деле очень насыщенная программа. То есть у нас будет не только акция, которую мы анонсировали как раз, вот она будет в 12 часов дня. Мы туда пригласили чиновников, отправили им всем официальные приглашения, насколько могут быть официальными. Но пока ответ получили только от уполномоченного по правам ребенка. От остальных пока ждем. Завтра в 12 часов от входа Дорогу и Добра, которая находится на Розе, Люксембург, дом 68А, мы вместе с активистами, с журналистами, с блогерами и с экспертами, и, надеюсь, что с чиновниками, пройдем определенный промежуток, участок дороги. Не буду говорить, по какой стороне мы пойдем, потому что мы с Ольгой Шебека из Дорогу и Добра вчера разговаривали, и как раз она говорила, что ей позвонили из администрации, спросили, по какой же стороне вы пойдете. По какой стороне улицы Карла Марса. Что вы почистите? Что вы почистите? Она сказала, я вам не скажу. Так не должно быть. Это на самом деле так и есть. Некоторые активисты сказали, что зачем же вы делаете это в марте, потому что же в марте столько снега. А с другой стороны, почему люди на колясках должны в зимнее время года... Сидеть дома. Да, ну то есть вот. Мы просто на колясках пойдем по одной стороне до библиотеки имени Герцена. С нами будет 4 активиста, среди которых будет эксперт Елена Леонтьева по доступной среде. И будем проверять просто на доступность именно участки, дороги. Как раз там с обеих сторон находятся поликлиники. Одна взрослая, другая детская. И будем просто смотреть, насколько все это доступно. То есть это, в принципе, такая достаточно стандартная процедура. Надо сказать, что Елена Леонтьева, эксперт по доступной среде и социальному дизайну из города Екатеринбург, Лена сама колясочница. Да, да, да. И она в Киров приедет завтра специально на эту акцию. Да, она приедет и на акцию, и вот дальше уже можно это тоже анонсировать. После акции мы предлагаем всем в библиотеке имени Герцена, в литературной гостиной на первом этаже, в 14.00 уже обсудить то, что мы увидели. То есть уже не просто провести, написать об этом и забыть, а именно поговорить и при помощи каких-то советов Елены сделать так, чтобы вот эти участки дороги, возможно, какие-то другие, которые мы обсудим, стали более доступными и удобными для людей на инвалидных колясках. Даша, а вот в прошлый раз, когда такая акция была, когда вот с колясками и детскими, и инвалидными проходили по улицам, приглашали туда чиновников, и вы в эти инвалидные коляски усаживали. Сейчас я не вспомню, кто был из чиновников, но где-то у нас в новостях даже картинка есть. А в этот раз? Мы вот тоже думали об этом, но потому что чиновники до сих пор пока не дали никакого ответа. Вы пригласили кого? Мы пригласили правительство, мы пригласили Думу, мы пригласили администрацию, то есть были официальные письма, мы пригласили губернатора лично. Кирилл Лебедев, вот мне подсказывает Володя, бывший глава департамента, а потом Министерство социального развития. Социального развития, да. Правительство Кирилловской области был в прошлый раз на этой акции участвовал. Да, Министерство социального развития мы тоже приглашали, общество инвалидов мы тоже приглашали, они придут уже, как бы подтвердили свое участие, но, к сожалению, государственные чиновники пока не торопятся, видимо, дать какой-то ответ, хотя в запросе именно указывалось, что вот дайте, пожалуйста, ответ так или так, две формы, то есть электронная почта, звонок, но... Тишина. Да, мне позвонили вчера из правительства и спросили просто мое отчество, просто сказали... Это они готовят официальный ответ? Ну вот ждем ответа, не знаю, придут, не придут, видимо, зимой им, может быть, даже будет стыдно идти по улице, я просто уже чувствую, насколько все будет эпично и, наверное, плохо, но будем смотреть. При том, что у нас же будут по большей части проверять среду люди не местные, а у нас как бы все вот это идет в рамках такого блок-тура, который мы делаем всем на семь, и мы приводим сюда активистов из разных регионов. Кто в этот раз приедет? Приедет из Сыктывкара очень бойкий Илья Костин, который занимается доступной средой, тоже колясочник. Приедет на коляске также Виктор Пушкин, он тоже занимается доступной средой, он вообще из Иркутска, и он хочет сделать такой доступный, как сказать, туризм для людей на коляске, он хочет построить такую утопию на Байкале, там у себя. Он тоже приедет, ведет тоже свой видеоблог, и будет еще Александр Попов из Воронежа, он тоже занимается доступной средой, и на самом деле, когда я с Александром пообщалась, я узнала, что в Воронеже прямо все очень хорошо с этим, то есть какие у них там системы, как все это принимается, то есть там сдают государственные служащие какие-то там участки, что-то там заказывают, то есть есть определенная фирма, которая принимает эти участки, смотрит, насколько все правильно выполнено, насколько я знаю, в Кирове этого, к сожалению, нет. Мы с Ольгой Шебека как раз общались на эту тему, она сказала, что в Кирове таких экспертов вообще в принципе нет, и такой процедуры нет. И вот как раз Александр приедет, и он будет тоже своим опытом делиться на вот этой дискуссии. Ну и после дискуссии мы будем уже слушать семинар от Елены Леонтьевой. Он пройдет с 15 до 7 часов, ой, до 17, извините, пожалуйста. Два часа. Да, два часа. Возможно, он немножко затянется, но тоже, кстати, пишут люди, вот, например, ваш коллега из бизнес-новостей, главный редактор сегодня мне вот с утра позвонил, сказал, что придет очень... Александр Грислис. По-моему, не он звонил, но, может быть, я что-то путаю. Ну, в общем, вот. В общем, коллеги будут. У вас будет видеотрансляция, наверное, о бизнес-новостей и всей этой истории? Я не знаю, но мы будем сами, всем и всем писать все вот это на видео, то есть мы потом все это выложим в открытый доступ. Красивый Киров, приглашенный, Толя Курбатов к нам придет, Игоря, к сожалению, не будет в городе, но, в общем, надеемся как-то повлиять на ситуацию доступной среды именно в Кирове. Вот. Ну, еще раз, я считаю, что несколько раз нужно напомнить. Завтра в 12.00 все соберутся у входа в прекрасный дом «Дорога и добра» на Роза-Люксембург. Это перекресток Розы и Карла Маркса. И дальше по Карла Маркса двинутся вверх в сторону библиотеки имени Герцена. Да. И вы можете присоединиться, вот любой абсолютно человек может присоединиться к этой истории. Можно пройти, не обязательно с коляской или проехать в коляске. Можно найти, надеть высокие каблуки. Кто там говорил, что женщины у нас должны на каблуках пройти в любую погоду, значит, по городу. А кировские дамы любят высокие каблуки. Пожалуйста. Можно со своими детьми, можно со своими бабушками, мамами, просто пенсионерами, которые вот должны гулять в этом городе. Ты много видела гуляющих пенсионеров? Они все время идут от точки до точки, до магазина и обратно, до платежа по социалке и обратно, по коммуналке и обратно. Нет гуляющих людей, потому что пойди погуляй по нашему городу, понимаешь? То есть эта доступность касается абсолютно всех, поэтому завтра в 12 на перекрестке Карла Маркса и Розы Лексенбург все, кто хочет поучаствовать в этой акции, могут собраться и пройтись по Карлу Маркса до улицы Герцена, где в 14 часов будет обсуждение всего, что испытали люди, участвующие в акции, какое удовлетворение они получили, пройдясь по этому маршруту. Но и не просто там обсудить это, то есть речь ведь не в том, не о том, что нужно там критиковать, призывать, значит, власти, ругать и говорить, что вы такие или сякие. Суть состоит в том, что, конечно, а, нужно привлечь внимание к этой проблеме и постоянно это делать, б, обсудить со специалистами, которые приедут, вот как, в частности, с разных городов нашей страны, мы уже понимаем, что это у нас и Воронеж, и Иркутск, и Екатеринбург, и КОМИ Сыктывкар, обсудить, что с этим делать, какие решения можно принимать, какими путями нужно идти и все это осветить интернет-трансляциями, видеотрансляциями и большим количеством блогов. Сейчас прервемся на полминуты и продолжим наш разговор с участниками акции уже после перерыва. Программа «Дневной разворот» продолжается. 12.17 на часах. Светлана Занько, Анна Лапшина по-прежнему в студии. По-прежнему в студии наши гостия. Дарья Аннаньева. И, похоже, есть у нас связь с Еленой Леонтьевой, экспертом по доступной среде и социальному дизайну из города Екатеринбург. Дай бог, чтобы у нас связь-то все-таки сейчас была. Алло, добрый день. Алло. Елена. Здравствуйте. Так. Друзья, ни одного эксперта, их у нас запланировано в количестве трех, видимо, мы сегодня так и не выведем. Просьба пригласить технического директора. Да, вот так вот. Ну ладно, мы продолжим разговор с Дарьей Аннаньевой. Может быть, кто-то что-то сможет сделать за ближайшее время, чтобы мы все-таки связались с нашими экспертами. У меня есть предложение. Может быть, мы попробуем все-таки нашего звукорежиссера Артема попросить набрать с студийного телефона эксперта. Пусть Владимир Артему перешлет телефон. Может быть, так получится. Давайте так попытаемся еще. Хорошо. Давайте, Даш, вы, наверное, все-таки что-то знаете про Елену Леонтьеву, которая приедет завтра из Екатеринбурга, и что можно отсказать об этом человеке? Почему она занимается тем, что, будучи колясочницей, ездит по стране и участвует в подобных акциях? И как она стала вообще экспертом по социальному дизайну? Что такое социальный дизайн? На самом деле, я биографию Елены вообще как-то особо не изучала. Насколько мне известно, что она как раз живет в Екатеринбурге, и как раз с доступной средой там было достаточно все очень плохо. И она как раз занялась именно этим социальным дизайном. Это как раз это и есть. Это давно было? Все было очень плохо? Это несколько лет назад было, наверное? Ну, я так предполагаю, что да. Ну, как бы я честно ее биографию... Подробностей нет. Да. Очень обаятельная женщина, фотографий множества в интернете, замечательных совершенно. странно. Вот. Она уже выступала... Мы вообще о ней откуда узнали? Она как раз выступала в Сыктывкаре с похожим семинаром. Вот. И все у нее семинары, это, знаете, не просто какая-то там лекция скучная, а человек действительно работает с аудиторией, то есть у нее куча каких-то исписанных листов бумаги, которые, знаете, вешают на стены, куча презентаций, то есть это все максимально интерактивно. Вот. Как раз у нее будет лекция от социального дизайна, не очень помню название, от доступной среды к универсальному дизайну. Вот. И как раз даже кировские дизайнеры, которые... У нас есть дизайн сообщества кировское, они заинтересовались и как бы тоже собираются его посетить. То есть мне кажется, что социальный дизайн это вообще в принципе все, что мы видим и как бы где мы ходим, где мы живем. То есть любая инфраструктура должна быть как бы адаптирована для любой категории лиц. Ну как бы я это так понимаю. Да, вот Леонтьева Елена Геннадьевна, председатель правления общественной организации инвалидов-колясочников «Свободное движение», член Совета по делам инвалидов при губернаторе Свердловской области. Она, да, очень давно работает экспертом в Екатеринбурге и уже в РФ, в Российской Федерации. Действительно говорит о том, что в Екатеринбурге состояние безбарьерной среды улучшается. Вы думаете, я уже боюсь вывести улучшается и нас... Ой, кажется, Елена там пробилась через наш эфир. Елена Геннадьевна, алло, Елена. Нет, нет связи. Увы. Володя, нет связи. Зови, пожалуйста, технического директора. Вот. Значит, даже в 2015 году Елена писала, что в Екатеринбурге улучшается безбарьерная среда. В 2015 году в городе Кирове тоже были, я говорю, что были акции такие. В прошлом году мы и здесь, в нашей студии, очень много критиковали нашу безбарьерную среду и особенно критиковали то, что происходит в рамках проекта по благоустройству, потому что когда укладываются новые тротуары, бордюры почему-то не уменьшаются. Даже на центральных наших улицах. Вот мы посмотрим, как в этом году будет действовать программа по ремонту дорог, потому что говорилось о том, что дороги должны ремонтироваться комплексно, в том числе во время недавнего визита замминистра транспорта России в Кирове, о том, что не только асфальтовое покрытие на проезжей части должно ремонтироваться, но и тротуары. И посмотрим, как будет ремонтироваться тротуар и дорога, и какие будут съезды. Вот прям лето нам даст возможность понять. Да, но я вот просто хочу напомнить, мы в прошлом году здесь же, когда говорили по этим тротуарам, очень хвастались тротуарами, значит, новыми на улице, на улице с Паской, когда укладывали брусчатку, и это тротуар, а там очень много, помнишь, там маленькие дома, очень много выездов из дворов, и везде огромные бордюры. И мы прямо здесь говорили в момент укладки, говорили, что же вы делаете, посмотрите, посмотрите. А нам город говорил в лице Перескока, нет, все хорошо. Все хорошо, говорил город, все нормально. Вот хорошо бы Перескокова посадить в коляску и прокатить его, значит, поэтому все нормально, чтобы он вспомнил. Если в этом году то же самое, не какое-то особое отношение к господину Перескокову, ко всем вообще на самом деле чиновникам, которые работают в городской администрации. И пока не дали ответы, примут ли они решение в завтрашней акции или нет? Такое ощущение, что у них нет пожилых родителей, они не сталкивались никогда с бедами, когда люди вынуждены проводить свою жизнь в колясках. Мы уже не говорим о том, что просто для любого человека нормального, хорошо, когда есть съезды, выходы и спокойная, безбарьерная история. Такое ощущение, что нет. Вот отчитаться, показать картинку с этой брусчаткой, это мы умеем. А вот чтобы мозг включить и все-таки и сердце как-то свое подключить, и теперь уже и требования есть, собственно, все, которые прописаны Минстроем и прочими учреждениями, которые по устройству среды дорог и прочего работают тоже. Вот этого как бы нет. Свет, ну давай все-таки справедливости ради, я замечу, что программы «Доступная среда» и «Безопасные качественные дороги» это разные программы и, к большому сожалению, на федеральном уровне, как я понимаю, до сих пор нет такого ощущения, что они должны как-то совмещаться. То есть сначала мы ремонтируем тротуары и дороги и ставим высокие бордюры, а потом по программе «Доступная среда» мы выкапываем высокие бордюры и заменяем их на низкие бордюры. А вот это задача муниципалитетов, Ань. Возможно. Стыковать все программы и развивать город. Я не уверена, что это делается на местном уровне. И развивать город разумно. Мы вчера как раз об этом говорили в эфире. Ну вот завтра, я так понимаю, что эту тему тоже на семинаре будут поднимать и дай бог, чтобы чиновники все-таки пришли и хотя бы послушали. Вот я хочу вернуться к Елене Геннадьевне Леонтьевой, которая завтра будет. Напоминаю, что это эксперт, который приедет из Екатеринбурга, эксперт по социальному дизайну и доступной среде, она еще в 2015 году говорила, что совместная работа администрации города Екатеринбург и организации «Свободное движение», которую она возглавляет, организация инвалидов-колясочников, идет уже 16 лет. В 2015 году это было. Понимаешь, сколько лет они сотрудничают? Мы выступаем в качестве координаторов, говорит она. У нас сложилась уникальная ситуация. Лично она занимается согласованием проектов города Екатеринбург с 2000 года. То есть вот эксперт-инвалид-колясочник в Екатеринбурге с 2000 года участвует в согласовании проектов строительных в Екатеринбурге. Мы контролируем чертежи на стадии проекта. Чертежи на стадии проекта. Мы очень сильно влияем, говорит она. У нас есть право подписи. Просто сравните и поймите разницу. Но это очень тяжелая работа для общественников, потому что нет формального определения нашей роли в проектировке. Тем не менее, право подписи есть. С 1999 по 2007 год мы участвовали в приемке объектов и оценивали их с точки зрения доступности. Сейчас она продолжает эту работу, выезжает на объекты, проверяет и так далее. Недавно мы выезжали на тестирование одной поликлиники. Ну, поликлиники, понятное дело, тестируют. Мы отличаемся от других регионов тем, что делаем не спеша. Сначала пробуем на маленьких объемах, а потом распространяем опыт на весь город. Вот когда мы говорим про благоустройство, то же самое мы всегда говорим. Вот нет пока средств, нет пока опыта. Давайте сделаем кусочек, обработаем, опробуем на этом. И дальше по городу пойдем. Вот возвращаясь к тому, что ты сказала, про комплексное развитие территории и про интеграцию всех проектов, которые направлены на благоустройство, так это проект квартал 119, который уже в течение года предлагается администрации релизовать, просто без администрации невозможно это сделать. Не сдвигается. Чтобы именно интегрировать все проекты, которые существуют там в городе, от федеральных безопасной и качественной дороги и благоустройства, благоустроенная среда до муниципальных и грантовых конкурсов региональных, чтобы это сделать комплексно и показать людям, как нужно, чтобы это работало. За все годы фактически никаких федеральных денег на доступную среду в Екатеринбург не поступало. Продолжаю я цитировать Елену. Доступная среда создается не за счет больших вливаний, а за счет вдумчивой работы на стадии конструирования проекта. Вот нельзя ведь не согласиться с этим. На стадии чертежей улучшить доступность проще, чем уже после постройки и на сегодняшний день. И дешевле, я скажу. Да, практически все массовое строительство ведется с соблюдением правил доступности. У нас ребята покупают квартиры на любом этаже, в любом доме ребята-колясочники, не боясь, что они будут ограничены в передвижениях. И это не специализированные дома для инвалидов. Это универсальный дизайн, который удобен для всех, без исключения, в соответствии с этой концепцией. Построено уже несколько микрорайонов. Это в Екатеринбурге, да? Я хотела в конце это сказать. Извини, пожалуйста. И мы делимся опытом с других городов. И это все не в Кирове. Это все в Екатеринбурге. Но с 2000 года. У нас 2018 на дворе. С 2000. Я в связи с этим хочу спросить, Даш, вас будут ли у вас там строительные организации? Приглашали ли вы застройщиков? Застройщиков мы, к сожалению, не приглашали. Но вот мне на почту как раз писал архитектор. Какой? Я сейчас, наверное, один из кировских архитекторов. И также от общества инвалидов тоже будет человек, который проектирует как раз среду, видимо, занимается как раз принятием этих каких-то, я не знаю, может быть, объектов. И я думаю, что люди, которые заинтересованы в этом, они должны будут работать. У нас беда в том, прости, чтобы Алексея Костина, который мы так ни разу не смогли вывести за сегодняшний день, они тоже в своем социологическом исследовании естественно тестировали город на доступность среды. И жаль, очень жаль, что мы сейчас не можем его включить и узнать, что там с доступностью. И если у нас хоть один микрорайон, где можно спокойно и доступно проехать и подняться на любой этаж любого дома, как вот это в Екатеринбурге, есть целый микрорайон. К сожалению, когда только в микрорайоне, это, конечно, прекрасно. То есть люди на колясках по крайней мере могут выехать на улицу, погулять, походить по кварталу своему. Но в комплексе, конечно, надо сделать так, чтобы люди могли из своего микрорайона добраться и в центр города, и на филейку. Елены Леонтьевой, завтрашнего эксперта из Екатеринбурга. Делаем не спеша, пробуем на маленьких объемах. Хотя бы это, Ань, понимаешь, как это? Да, но пользуясь нашим эфиром, да, я приглашаю все-таки кировских застройщиков, если они сейчас нас слышат, Дмитрий, Сергей, Завтра, если не пройтись по улице Карла Маркса с 12 часов от перекрестка с Розой Люксембург, то хотя бы в 14 прийти и обсудить социальную, доступную среду и социальный дизайн с экспертами, которые со всей страны соберутся. На колясках приедут люди, потому что они инвалиды-колясочники, и будут делиться опытом. Это очень важно, и не знаю, почему нет никакого отклика. Даша, простите, пожалуйста, я извиняюсь за чиновников, потому что в таких акциях, просто даже неловко, в таких, конечно, вещах, акциях и встречах обязательно должны специалисты присутствовать, а я все-таки надеюсь, что у нас и в городе, и в области специалисты работают. Вы сказали по поводу того, чтобы перемещаться между гулять и что-то такое. На самом деле, когда мы людей сюда привозили, мы столкнулись с очень большой проблемой РЖД. Вообще, чтобы купить инвалиду-колясочнику билет на РЖД, вы знаете, что нужно вообще несколько кругов ада вообще просто преодолеть? Ой, давайте вот здесь прервемся про круги ада и РЖД в отношении доступной среды инвалидов-колясочников после перерыва. Возвращаемся в эфир в 12.32 на наших часах. Анна Лапшина, Светлана Занько по-прежнему в студии. Дарья Ананьева, наша гостья с организатором акции «Доступная среда», который состоится завтра в Кирове. На нее приезжают гости, гости-эксперты, так скажем, по доступной среде, люди на колясках из разных городов России. Приезжают в том числе по железной дороге или большей частью по железной дороге. И остановились мы на том, что вообще доехать из Екатеринбурга, Воронежа в Киров человеку с ограниченными возможностями передвижения достаточно сложно. Проблема в РЖД прежде всего. Да, у них проблема в том, что если вы на коляске, во-первых, я так понимаю, что там действует какое-то ограничение, то есть один поезд, один инвалид, колясочник. Ничего. Первый раз я такое слышу. На самом деле, когда мы вот это организовали, мы даже не думали, что мы с такой проблемой столкнётесь. Да, вот. Ну, просто с Еленой, когда мы общались, когда она покупала сюда билеты, потому что Елена на поезде очень редко передвигается, потому что она, ну, время-деньги, в общем, по сути, и она любит летать. Вот. Но на самом деле в Киров из Екатеринбурга ничто не летает. Большой привет областному правительству. Да. Вот. И, ну, сейчас еще и саратовские авиалинии там частично или вообще отменили рейсы. То есть им тоже, ладно, это другая история. Но, в общем, нужно быть в системе РЖД, нужно все предоставить им документы, все справки, то, что, в общем, пройти определенную процедуру верификации, так сказать, что, в общем, вы действительно нуждаетесь в этом месте. Вот. И только тогда вы можете заказать билет. И если будут места, вы можете уже рассчитывать на этот билет. То есть, например, как-то только заранее планировать свою поездку. Если как-то у вас что-то срочно оперативное, нет, вы точно не поедете. И поэтому большая часть участников у нас летит на самолете сюда. На поезде едет вот только Елена, но потому что больше никаких путей сообщения с Кировом, к сожалению. А на самолетах они летят через Москву? На самолетах, да, они летят через Москву. Вот. Каждый участник снимает, фиксирует, как он сюда доедет. На дискуссии они тоже будут как раз поднимать вопрос того, как аэропорт и работники аэропорта вообще относятся к тому, как люди на колясках, например, передвигаются. Вот. Но у нас, например, в Кирове плохо не только там, что сюда только, например, РЖД, да, добраться. У нас, например, гостиница не одна. Две гостиницы в Кирове, которые более-менее оборудованы для людей с инвалидностью. Это какие? Можно, да, называть. Конечно. Но одна это Хилтон. Вот. То есть понимаем, сколько там стоит одна ночь и сколько вообще это для человека на коляске будет обходиться. А другая, я не буду называть ее название, к сожалению, но там есть номер для специальных, в каждой гостинице по одному номеру и вот в этой гостинице там стоит пандус, находится специальный номер и восьмиступенчатая лестница. Вы понимаете? В этот номер? Ну, чтобы подняться в гостиницу и других. Я так понимаю, что вы там и забронировали, называть не хотите. Да, называть не хочу, но я, в общем, свое недоумение, у них нигде об этом не написано, то есть если ты туда придешь, ты это увидишь, но просто полнейшее недоумение, когда я туда пришла, я говорю, где вообще логика, когда вы делали эту гостиницу? Ну, то есть у меня просто на самом деле была... Надо было просто сдать номер для инвалидов. Подождите, возможно, у них есть какой-то переносной пандус и сопровождающие, которые могут встретить гости. У них нет, у них даже... Не предусмотрено. Да, у них, в общем, ничего не предусмотрено. И нигде не предусмотрено. Да. То же самое музеи Кирова, то есть приезжают люди, хочется, чтобы они куда-то сходили, у нас только Воснецов и получается Кировский центр космонавтики, который открылся недавно. Детский космический центр. То, что новое относительно построено, оно более-менее. У филармонии есть оборудование, но там тоже нужно сообщать, что вы приезжаете. Ну да, но филармония, я сейчас говорю про музеи, то есть, да, вот. Кафе Кирова тоже к этому как-то не очень хорошо относится, но, в общем, Киров не очень готов встречать людей с инвалидностью и уж тем более как-то их тут размещать и развлекать. Это, на самом деле, очень грустно. Вот мы, хотя не можем вживую сейчас услышать Елену Леонтьеву, поскольку у нас телефоны не работают почему-то, но зато нам Володя Сметанин сделал сейчас звук, с одного из выступлений Елены, которое мы с удовольствием сейчас предоставляем вам, слушателям, для того, чтобы мы услышали этого замечательного, уникального человека. Вот эта вот фраза, которую мне как-то юмор, я услышала в параде, очень понравился. Невыносимых людей нет, есть просто узкие двери. Это как раз очень точно отражает, что такое создание доступных средств, которые, как нам говорят, проблема не в инвалиде, не инвалиду надо менять, адаптировать, чтобы он мог пойти по ступенькам и так далее, а нужно менять окружающую среду. У нас запустили программу доступной среды, но, по-моему, в России пока так и не поняли, с каким с этим связаны были выдущие последствия. На самом деле, даже если взять требования, которые связаны с колясочниками, они ломают все нормативы, которые были до этого использованы. То есть у нас совершенно другие говорители о разворотах, о поворотах. Мы не можем встать, мы сидим. То есть получается, как бы идет расстроение, раздвоение ощущений и нормативных требований. И без понимания того, что разрушилось все, то есть нам нужно начинать вообще обучаться и двигаться дальше, без этого мы никогда не сдвинемся. И доступная среда, которая говорит, она влияет на все сферы жизни. Если взять акишников, то любой сайт должен быть адаптирован для людей, которые не видят или которые видят плохо. Мы об этом тоже не думаем, хотя подписали международные стандарты. И очень многое, то есть любая сфера деятельности и там, где есть люди с инвалидностью, поэтому эта сфера деятельности должна учитывать этот интерес. Давайте дальше. Ну вот о себе. Я руководитель общественной организации инвалидов-колясочников городской и Петербурга «Свободное движение». И в свое время я преподавала в Краснояртехническом институте, получила травму позвоночника, и поняла, что приехали. Есть профессия, есть знания. Я получила травму, когда училась в аспиратуре, и поэтому мы создали организацию, как делать так, чтобы люди, у которых есть профессия, есть все, но нет доступной среды. И мы начали с этим бороться. Значит, поднимите руку, кто считает, что доступная среда началась, я все время провожу учащий семинар по стране, всегда задают этот вопрос. Или так скажите, с какого года началась вообще доступная среда в России? Говорите так. Мне кажется, она не началась. Нет, ну зачем, запомни. Десятилетка была инвалидом. Вот уже 10 лет. 10 лет, да? Да, это был 89-й год. Так, еще какие идеи, когда мы сейчас на доступной среда. Ну, потом... В 1906-й начали говорить с нами. Говорить начали. В 1927-м году более 20 тысячи людей просто не уничтожили, и не считали за 100 тысяч людей. Ну, в общем, смысл в том, что многие считают, что она началась в 2011-м году, когда запустил государственную вот эту программу появился на территории. На самом деле, она началась с 1 января в 99-го года. Закон о социальной защите инвалидов был принят раньше, а две статьи 15-е и 16-е. Спасибо, и Хельсин подписал площадь, дали возможность подготовиться. И получается, что мы работаем с 1 января 99-го года. Ну, вот это кусочек со Всероссийского урбанистического фестиваля, форума живых городов. В мае 2014-го года он проходил в Ижевске. И вот оттуда... И там Елена Леонтьева тоже проводила семинар. Мы слышали, что там вот люди, она общается активно. Формат встречи понятен. И понятно, кто такая Елена сейчас. Вот тоже ясно. Человек, который сел в коляску после травмы позвоночника, который она получила в молодом возрасте, будучи активной, образованной девушкой. Будучи профессионалом. Профессионалом. Работает. Да. И вот она решила, что нужно что-то с этим делать и не что-то просто, а очень активно влиять на то, что у нас происходит с доступной средой в городах российских. Вот это то, с чего начинала Елена, там практически в самом начале кусочка, который мы слушали, это было. Она говорит о том, что программа «Доступная среда», вот когда она вроде как началась, относится к ней во многом формально. Вот это то, о чем Даша говорила. В 89-м году «Десятилетка инвалидов», в 99-м программа «Доступная среда», нынче 2018-й. Вот. Гостиница обязана была сделать номер для людей с ограниченными возможностями? Гостиница сделала. Как попадать в этот номер, непонятно. Но номер есть. Вроде отчитались. Да. Но понимаешь, в чем дело? Кстати, этой неназванной гостинице спасибо, что, во-первых, она поучаствовала в этом проекте и предоставила там, да, номера, и что они вообще есть хоть с чем-то. И вопрос-то вот на самом деле такого я до сих пор не понимаю. Ань, вот правда, вообще не понимаю этой истории, потому что, ну вот как будто же, правда, у каждого у нас есть молодые мамочки с колясками, пожилые родители, там, бабушки, дедушки, инвалиды кругом, дети на велосипедах, кругом, да, и все равно вот так вот это все происходит. Я не понимаю, почему так это все. Потому что, Света, сначала надо сделать хорошие дороги, хорошие тротуары, поставить высокие бордюры, а потом уже думать о лучших денег. О лучших денег и ни о чем не думать вообще. Но вот я, вот когда мы сейчас про это рассказываем, изо дня в день, изо дня в день, из года в год, мы как будто, я не понимаю, вот, среди кого люди живут. Вот как так, глаза откройте. давай так, вот все-таки мы дадим небольшой шанс. Я думаю, что надо... Да мы большой дадим. Подожди, надо посмотреть, кто завтра придет на семинары. Вот завтра, если на семинарах будут чиновники хотя бы какого-то уровня, кроме Владимира Шабардина, уполномоченного по правам ребенка в Кировской области, который очень активно включается во все общественные инициативы и акции. Вот посмотрим. Если они будут, значит, шанс есть на изменения какие-то. А если их не будет, то тут, увы. Мы обязательно об этом расскажем. О том, какие шансы предоставляются в нашем городе специалистами разных уровней доступности. Я еще, Дарья, хотела спросить вот о чем. Ну, завтра будет семинар обсуждения всех проблем по результатам вот этих завтрашних встреч и бесед, и обсуждений. Будут ли какие-то официальные документы, которые вы планируете потом куда-то передать в мэрию? Чем она заканчивается, эта акция? вот, да, смотрите, когда мы будем делать акцию доступная среда в 15 часов, мы будем вообще идти все фиксировать, во-первых, на видео, во-вторых, на фото, вот, и отправлять как раз жалобы в Министерство социального развития. И я не знаю, насколько это эффективно, мы хотим сделать это как можно массовее, то есть, чтобы было вот так вот, вот так вот, вот так вот, чтобы прям очень много было запросов. Вот, возможно, мы сделаем это через платформу Красивый Киров, я пока в раздумьях, то есть, ну, сегодня, наверное, примем решение, вот, по окончании, я думаю, знаете, у нас цель этого не то, чтобы, не знаю, как-то, как-то, ну, как-то мотивировать чиновников что-то делать, наша цель, это как-то, вот, мы хотим создать именно сообщество людей, вот этих, по всей России, чтобы они, снизу, да, снизу, чтобы они познакомились, они обменялись с контактами, они начали работать, и уже они начали снизу давить на это, потому что, если вот сейчас мы проведем и напишем какие-то там жалобы, запросы, ну, вот это вот так же, никто не ответит, судится понятно, ну, как бы, кто будет, бесполезно, бесполезно, да, весь наш опыт уже российский это показал, бесполезно, но если мы создадим вот эту ячейку, я знаю, что вот мы когда с Еленой вели переговоры о приезде в Киров, она у меня запросила участников, и она оказалась, что она большую часть людей этих знает, она сказала, все, я еду, я хочу их видеть, я хочу с ними работать, то есть, мы делаем, по сути, это не для чиновников, они как бы, да, неважный, как сказать, элемент, но мы в них уже разочаровались, так сказать, и мы уверены, мы уже про них все поняли, за всю свою жизнь, за всю вообще, мне кажется, не больше с нами разговаривать после этого эфира, не будут, будут, вот, и мы хотим создать вот эту активную ячейку, которая будет потом вот как раз влиять на эту доступную среду, на, будет участвовать, не знаю, создавать какие-то, может быть, еще у себя в регионах сообщества, чтобы вот не было этой дискриминации людей, я считаю, что это, у нас не то, что нет среду, у нас просто дискриминируют этих людей. Вот я даже совершенно с вами согласна, я не то, что, я понимаю прекрасно, что не все от чиновников, конечно, зависит, я вот поэтому и говорю, что мне очень странно, что люди, которые там владеют строительными компаниями, которые подписывают там большие контракты по дорогам, тротуарам, по всему, по всему, по всему, зарабатывают на этом деньги, ну, вот, понимаете, да, потому что уже даже прописаны все нормы, и то они не соблюдаются. Вот я не понимаю просто людей этих, как они живут, думают и мыслят, и вообще, почему они так себя ведут. Я их не понимаю. Пока петух не плюнет, мужик не перекрестится. Пока в твоей жизни не случится что-то, что заставит тебя задумываться. Понимаешь, но у них есть машина, они в машину сажают своего человека и везут. У нас, вот я совершенно, это правильно, Даша, это правильная абсолютно позиция, что снизу, конечно, должна найти история, потому что, если мы позволяем с собой так обращаться, так с нами так и будет обращаться. И большая надежда, конечно, на ребят из Дорогой Добра, потому что вот их пример, то, как они действуют, он очень вдохновляет, и мы, кстати, вписались в эту историю не сегодня, а уже чуть ли не месяц назад вот в эту акцию, которая завтра пройдет, мы, наши радиостанции, на самом деле помогали тоже, и поэтому очень заинтересованы в том, что правда завтра как можно больше людей с достоинством, с каким-то, с пониманием, что нужно двигаться, что нужно снизу эти проблемы решать, поучаствовали в этой акции. Еще раз, завтра в 12 часов на перекрестке Розы Люксембург и Карла Маркса можно встретиться, пройти до библиотеки имени Герцена, а в 14 часов обсудить все, литературный гостиный, литературный гостиный Герцена, социальный дизайн и доступную среду в нашем городе. Спасибо, прощаемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова